Добрый день! Вы смотрите итоги дня телеканала Уллправда ТВ. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Оползень в Улдорах. Берега укрепили, но это не точно. Как проводятся противооползневые работы? Бюджет региона на следующий год принят в первом чтении. Таинственный сад и красная книга. Как восьмилетний дизайнер удивила Милан? Свою часть работы правительство региона выполнило. Сегодня региональные законодатели рассмотрели и приняли в первом чтении проект доходной части бюджета региона на 2020 год и плановый период на последующие 2021-2022 годы. Подробности у Павла Полового. Проект областного бюджета Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов в полном объеме сформирован в программном формате в увязке с приоритетами, обозначенными в указе президента Российской Федерации о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, с учетом наказов избирателей, а также с целями государственной политики Ульяновской области. Примерно так говорится в сопроводительном документе проекта. Парламентарии внимательно его изучили. Еще до заседания лидеры фракции обозначили круг вопросов, которые, по их мнению, документ раскрывает не полностью. Мы сегодня рассматриваем важнейшую часть бюджета, прежде всего доходная часть бюджета. Прежде чем мы подойдем к расходной части, делить, наверное, проще, когда есть чего делить. А вот сформировать доходную часть – это достаточно большая задача. Первое чтение бюджета – это всегда рассмотрение доходных статей бюджета, но, в принципе, это фактически перспективный план планирования. Я буду жестко и четко, заручившись поддержкой своих коллег-депутатов, сегодня говорить об резервах доходной части, о резервах подоходного налога. Фракцию КПРФ совершенно не удовлетворяет проект закона о бюджете на 20-й, на плану 21-й, 22-й по нескольким причинам. Но, в частности, мы говорим сегодня о доходной части. Для подавляющей части населения эти термины – доходы, расходы, дефицит, профицит – они являются не главными. Главное, чтобы наше население почувствовало реальный рост доходов, увидело облегчение жизни. Вот это задача всех депутатов, ну и, конечно же, нашей фракции. После придирчивого обсуждения документ был принят в первом чтении. Правительству региона удалось ответить на вопросы депутатов. Однако, как верно заметил председатель законодательного собрания Валерий Малышев, впереди рассмотрение расходной части бюджета. А это, как говорится, совсем другая история. Павел Половов, Юрий Ломатов, Новостьюл Правды ТВ. Ульяновская область готовится к переходу в 2020 году к новой ценовой зоне теплоснабжения по методу «Альтернативная котельная». Предельная цена для «Альтернативной котельной» в Ульяновске рассчитана в течение 10 дней. Ее утверждали с помощью формулы и графика. Напомню, с 9 августа в регионе стартовал переходный период в ценовой зоне теплоснабжения по новому методу «Альтернативная котельная». С введением новой модели рынка тепла, как таковое слово «тарифы», отпадает. Появляется некоторое определение предельной цены для всех поставщиков тепла в течение 10 лет. Проект приказа «Предельная цена Альтернативной котельной» опубликован на сайте Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области и правительства региона. В течение 15 дней документ вынесен на суд общественности. Каждый может нести свои коррективы. А дальше муниципалитет заключит с каждой теплоснабжающей организацией Ульяновское соглашение, в котором расписан график по этапному переходу на новую систему. В этом соглашении будет жестко поставлено условие о том, что совокупный платеж гражданина не вырастет больше, чем индекс платы граждан, утверждаемый правительством Российской Федерации на территории Ульяновской области. По прогнозам Минэкономразвизии, это не больше 4%, поэтому повышение тарифа будет незначительным. Тем самым переход к ценовой зоне теплоснабжения не ударит по кошельку граждан. Кроме того, альткотельная поможет решить ситуацию, связанную с изношенностью ульяновских теплосетей. Сегодня проблема дошла до критической отметки. В рамках вхождения в ценовую зону запланированы инвестиции более 7,5 миллиардов рублей. Это инвестиции, которые будут направлены на тепловые сети, на источники теплоснабжения, на оборудование, в том числе муниципальных предприятий, центральные тепловые пункты. Это гарантирует ульяновцам надежность и увеличит качество системы теплоснабжения. Например, специалисты прогнозируют снижение сроков гидравлических испытаний в весенний период к абсолютному минимуму. Альтернативная котельная определяет единую теплоснабжающую организацию, ответственную за все теплоснабжение города. Она работает по принципу единого окна и отвечает предпотребителями и органами власти за работу всей системы. Городская администрация опровергает все слухи о якобы переходе городских теплоснабжающих организаций в руки одной компании. На сегодняшний день в городе Ульянске, администрации города Ульянска не рассматривается данный вопрос о какой-либо перспективе передачи муниципальных предприятий. Об этом вообще речи нет. И все это слухи, это спекуляции, это специально, я не знаю, кому-то это выгодно. То есть те люди, которые не разобрались в данной ситуации. Новая модель рынка тепла заработает в регионе с 1 января 2020 года. Ринат Алиулова, Александр Кудряшов, Новости, Уллправды ТВ. Под Димитровградом в оздоровительном центре «Юность» проходит областной форум WorldSkills – молодые профессионалы. Мероприятие организовано при поддержке правительства Ульяновской области. На форум съехалось порядка 160 студентов со всего региона. На мероприятие побывала съемочная группа портала «Димград-24». На бате оздоровительного центра «Юность» студенты профессиональных учебных заведений области проходят подготовку к региональному этапу чемпионата WorldSkills. Одним из важных мастер-классов здесь является ораторское искусство. Лучше лишний раз помолчите, лучше сделайте паузу, пусть она будет длиться 2-3 минуты, пусть она будет, ну, 3 минуты много, полторы-две минуты вам достаточно. И публика поймет. За эту паузу вы сможете сделать золоток паузы, говорить уже долго, если вам что-то необходимо. За эту паузу вы сможете простроить дальше план вашей речи. Будущих участников чемпионата организаторы мероприятия учили не только правильно говорить, но и справляться с боязнью публичных выступлений, а также быстрому мышлению в стрессовых ситуациях. Это нужно для того, чтобы начинающий специалист сразу знал, к чему ему готовиться и что ему ожидать на самом чемпионате. Чтобы он заранее знал о тех ошибках, которые он может допустить, чтобы он научился избегать. Кстати, сами ребята уверены, что подобные тренинги просто необходимы им. Знание технической документации и алгоритм механических действий – это лишь одна из составляющих победы. В жизни разговорный жанр будущим механикам, электрикам и поварам может и не пригодиться. А вот жюри чемпионата – дело другое. Я чувствую здесь много, особенно касаюсь ораторских качеств, чтобы выступать на сцене, потому что у нас в колледже очень проводится много всяких выступлений. Приходят школьники, мы им объясняем про наши компетенции. Это очень мне пригодится. Еще научились борьбы с стрессом, потому что на соревнованиях надо бороться со своим стрессом. Региональный этап конкурса WorldSkills состоится в Ульяновске с 25 по 30 ноября. Уже известно, что в региональном этапе наш город представит 6 студентов. Наталья Абанина, Анжелика Боровинок, Демград 24, специально для Улл.Правда.ТВ. Волга – одно из главных богатств Ульяновской области, но построенное в конце 50-х годов Куйбышевское водохранилище приносит множество проблем для жителей региона. Главное из них – оползни. Одним из наиболее проблемных специалисты отмечают участки в Старой Майне, Панской Слободе, Сланцевом, Руднике и Ундорах. Подробности у Егора Титова. Волга – одно из главных богатств Ульяновской области, но одновременно построенное в конце 50-х годов Куйбышевское водохранилище приносит множество проблем для жителей региона. Главное из них – оползни. Прошлогодний оползень возле Ундор в настоящее время практически ликвидирован. На эти нужды потрачены 2,5 миллиона рублей. Берег выровнен, и с него убран мусор. На сегодняшний день работы земляные все выполнены, то есть последствия оползни за счет перемещения грунта полностью устранены. Остались работы по отсыпке щебня. Однако, это самый трудный момент. К склону нет нормальной дороги, по которой можно было бы доставить щебень. А без укрепления им вода в конечном итоге сведет на нет все усилия людей. Правительственные области эту проблему понимают и обещают помочь строительству дороги для подвоза материалов. Понятно, что все это управляется финансированием. И наша задача – изыскать это финансирование. Финансирование будет предоставлено, поскольку мы не можем рассматривать финансирование берегоприятийных работ без сопутствующих инфраструктурных и инженерных сооружений. Поэтому других вариантов у нас нет. Мы будем это делать в полном объеме. Решение проблем по одному участку не приведет к снятию ее полностью. Тем более, что согласно законодательству, вопросом берега укрепления должны заниматься муниципалитеты. А они явно не могут тянуть эту задачу в финансовом отношении. Регион в настоящий момент может быть спокоен за такие населенные пункты, как город Новоульяновск, город Сенгелей, где в настоящий момент в целом решены вот эти вот вопросы и в целом закреплены склоны. Проблемами остаются участки в Старой Мане, Ундрах, Панской Слободе, Исланцевом Руднике. Есть они в областном центре. И без вмешательства федерального центра, а также межрегионального сотрудничества, многие из этих вопросов не решить. Благо, сейчас действует национальный проект «Экология». основной частью которой является федеральная программа по укреплению берегов. С рядом объект на следующий год в нее собирается попасть Ульяновская область. Егор Титов, Руслан Баталов, Новости Уллправда ТВ. Ружья, пистолеты и кастет четверо ульяновцев сдержали за незаконное хранение оружия. Целый арсенал обнаружили у мужчин. Для чего они хранили, использовался ли он, выясняется. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью Управлению уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области и УФСБ России по Ульяновской области получена информация о незаконном хранении жителями областного центра оружия на территории Ленинского района города Ульяновска. После обысков у мужчин изъяли одноствольные и двуствольные охотничьи ружья, травматические пистолеты, две единицы самодельного огнестрельного оружия, а также патроны и кастет. Все найдено, изъято и направлено в экспертно-криминалистический центр для проведения соответствующих экспертиз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Напомню, максимальное наказание за незаконное приобретение и передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия предусматривается в виде 8 лет лишения свободы. Региональный фестиваль творчества пенсионеров «Золотая осень» стартовал на территории Ульяновской области. Он проводится местным отделением Союза пенсионеров России в рамках регионального проекта «Голова седая, душа молодая» при поддержке президентского гранта. 22 октября в Центре культуры и досуга «Восход» в Димитровграде состоялось очередное мероприятие, на которое приехали представители пяти муниципальных образований Ульяновской области. Отметим, что юбилейный 10-й по счету ежегодный региональный фестиваль людей старшего поколения в этом году посвятили грядущему 75-летию Великой Победы. Подробности у наших коллег из Димитровграда. Перед началом большого концерта в фойе «Восхода» развернулась выставка прикладного творчества участников мероприятия. Вышивка, бисероплетение, резьба по дереву и поделки из бересты. Олег Самарцев впервые принимает участие в фестивале. Береста – очень благодарный материал, легко обрабатывается. И красивые изделия получаются. Изделия действительно красивые, причем это можно сказать о творчестве абсолютно всех участников. Каждый год «Золотая осень» собирает несколько сотен ярких творческих людей серебряного возраста из ближайших районов Ульяновской области. В Димитровград традиционно приезжают пенсионеры из Меликейского, Чердоклинского, Новомалоклинского и Старомайнского районов. У нас сегодня юбилейный фестиваль. Десятый. Мы десятый год. Мы – это региональное отделение Союза пенсионеров России – проводим вот такой фестиваль. И фестиваль всегда сопровождает еще и выставка «Золотые руки». В этом году фестиваль посвящен предстоящему 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Поэтому все номера, представленные участниками, так или иначе прикрикались с военной темой. Это были песни, танцы, стихи и театральные миниатюры. Так, Нейля Гайнулина, участница студии «Ретро» Димитровградского центра доверия, которая является одним из организаторов фестиваля, подготовила стихотворение Твардовского. И это створение я посвящаю своему отцу. Потому что мой отец – участник Великой Отечественной войны. Брал Берлин, Польша, Германия. Награжден многими орденами и медалями. Каждый номер участников фестиваля находил живой отклик в зрительном зале. Артистам подпевали, пританцовывали и, конечно же, бурно аплодировали. Кстати, все муниципальные образования участники получили памятные дипломы и книги. Впервые изданный сборник стихов ульяновских поэтов, среди которых есть и Димитровградцы. В областной детской школе искусств состоялась встреча с юным ульяновским дизайнером, восьмилетней девочкой, покорившей сначала Ульяновск, а потом Милан. Теперь она готовится к поездке в Китай. Наима Резванова учится в областной детской школе искусств города Ульяновска. Здесь она научилась рисовать и сделала первый настоящий эскиз платья. Сейчас Наима готовит коллекцию для участия в конкурсе в Китае, где планирует показать проблемы животных России, занесенных в Красную книгу. Коллекцию я придумала, как назвать. Парочку платьев мы пока что с мамой их обдумаем и посмотрим. Коллекция будет называться «Животные из Красной книги» в России. А почему именно эта тема тебя заинтересовала? Я очень люблю животных. Из-за этого я захотела вот так вот сделать коллекцию с животными. Конечно, многому научилась и многое узнала маленькая дизайнер у своих педагогов в областной детской школе искусств. Наима у нас учится уже второй год в нашей школе по программе предпрофессиональной живопись. В самом начале, когда она пришла к нам, она уже зарекомендовала себя как способная, целеустремленная, такая творческая девочка. И в процессе работы мы наблюдали, как она с увлечением работы, как она подходит к работе серьезно, очень ответственно. И работа получается очень интересной в итоге. Но первой помощницей Наима является мама Дина Резванова, которая по профессии вовсе не дизайнер, а инженер. Зимой мы стали рисовать, она стала рисовать эскизы, придумывать наряды. Мы стали потихонечку отшивать, создали страничку в интернете, ну просто вот для себя, для своих знакомых, для своих подружек. И нас нашли и пригласили поучаствовать в Ульянск-Вашенвик. Лично я долго сомневалась, потому что, ну все-таки она ребенок, и там опытные дизайнеры выступали, для нас это было новинку. Но она так, она у нее такой боевой характер, она говорит, мам, ну почему бы не поучаствовать, мне интересно, мне хочется посмотреть. Я говорю, ну почему бы не, да, для опыта. Наиму пригласили на конкурс за месяц до показа. На тот момент у нее не было коллекции, а требовалось продемонстрировать 10-15 образов. Юный дизайнер сделала невозможное, создала коллекцию таинственной сад Фриды. В качестве приза Наиме были презентованы поездки в Милан и в Шанхай. Не так давно Наима вернулась с недели моды в Милане. Она попала в четверку лучших дизайнеров. Призом стала публикация в итальянском журнале. Наима планирует, она получила приглашение от Шанхайского университета. И в апреле месяце вместе с мамой, с семьей и с группой поддержки они поедут в Китай, где покажут коллекцию Наимы уже в Шанхайском университете. Это будет не совсем конкурс молодых дизайнеров, это будет смотр, где преподаватели Шанхайского университета, кафедры дизайна, посмотрят ее коллекцию. До поездки в Шанхай Наиме предстоит еще сделать многое. Мы желаем ей успеха. Ирина Антонова, Руслан Баталов, Новости Уллправды ТВ. Согласно прогнозу синоптиков, 24 октября в регионе сохранится пасмурная погода. Температура воздуха днем удержится на уровне 12 градусов по Цельсию. Ветер западный 2 метра в секунду. Магнитное поле спокойно, ультрафиолетовый индекс низкий. Президент России объявил 2019 год годом театра. Проект «Театральное Приволжье» реализуется при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Видеоверсии спектаклей победителей регионального этапа, 14 школьных и 14 студенческих театров, представлены в открытом доступе на сайте проекта театральноеприволжье.рф. С 1 октября спектакли ежедневно транслируются в эфире региональных телеканалов и сетях кабельного телевидения. Проголосовать за лучшую постановку ПФО можно будет в ноябре 2019 года по бесплатному номеру 8 800 350 35 43. У каждого спектакля свой номер. От 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных. Он размещен на экране при показе в эфире. В декабре 2019 года в Нижнем Новгороде будут подведены итоги фестиваля. Победители получат награды. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале «Луправда ТВ» по будням в 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале «Луправда.ру» в 18.50. До свидания. Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии, высокий доход по хорошей ставке? Или простоту в пару кликов? Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков, агентов и онлайн. Грамотный семейный совет для всех.